Добрый вечер, в эфире новости, в студии работает Айсулу Махмутова. Интерфакс Казахстан сообщает, сегодня в ряде регионов республики сменились руководители. Так, новым акимом Карагандинской области назначен Ерлан Кушанов. До этой должности 54-летний Кушанов занимал пост руководителя канцелярии и премьер-министра республики. Он сменил на этом посту 55-летнего Нурмухамбета Абдебекова, который назначен председателем счетного комитета РК по контролю за исполнением республиканского бюджета. Между тем, новым акимом Мангуставской области назначен Ералы Тукжанов. 53-летний Тукжанов до нынешнего назначения являлся заместителем председателя. Заведующим секретариата Ассамблеи народа Казахстана. В должности акима он сменил своего сверстника Алика Айдарбаева, возглавлявшего регион с января 2013 года. Акимом Североказахстанской области стал Кумар Аксакалов. До назначения он работал в должности заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Малик Мурзалин назначен Акимом Акмолинской области. Ранее он работал первым заместителем управления делами президента РК. В должности Акима 45-летний Мурзалин сменил 64-летнего Сергея Кулагина, возглавлявшего регион с мая 2014 года. Интерфак сообщает, в Кремле внимательно следят за переговорами по сирийскому урегулированию в Астане. По-прежнему считают их очень важными, но констатируют сложную ситуацию на переговорах. Кремль, безусловно, следит. Безусловно, считаем это чрезвычайно важным переговорным процессом. С самого начала отдавали себе отчет в том, что это будут непростые переговоры, заявил журналистом сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация временами действительно на этих переговорах осложняется в связи с существенными расхождениями в подходах разных стран. Но работа продолжается, подчеркнул пресс-секретарь. Российская Федерация сожалеет о неявке делегации вооруженной сирийской оппозиции на переговоры в Астане, заявил агентство Интерфакс Казахстан, глава российской делегации, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. «Мы сожалеем, что делегация сирийской оппозиции отказалась приехать. Те предлоги, под которыми они отказались приехать, мы все-таки считаем в большей степени надуманными», – сказал Лаврентьев. «Конечно, если бы оппозиция была здесь, может быть, процесс в их интересах продвигался бы быстрее», – добавил высокопоставленный дипломат. Костак сообщает о Ким Южно-Казахстанской области Жан-Си Тюмибаев, принял генерального консула России в Алматы Алексея Демина. Посол отметил, что целью визита в область является исполнение поручения президента России Владимира Путина о награждении нагрудным знаком «75 лет битвы за Москву шестерых ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории ЮКО». Награду одного из ветеранов возьмет его сын. Нагрудные знаки вручат ветеранам Тунгышпаеву, Макарову, проживающим в Шемкенте, Кривко, Кинджибекову, Бабашеву, проживающим в Орысе, а также сыну ветерана Ирисметова. В настоящее время в области проживают 249 ветеранов Великой Отечественной войны и 20 229 стружеников тыла. О том, что интересного произошло сегодня в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. И продолжим выпуск. Пассажирский автобус загорелся на трассе в Хромтауском районе. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ДЧС региона. В 12.06 на 809-м километре трассы Самара-Шемкент произошло загорание пассажирского автобуса марки «Неоплан». Определено, что возгорание началось в отсеке двигателя. Пожар был ликвидирован в 14.20. В автобусе находились 35 человек. Все они доставлены на дополнительном автобусе в Хромтау. Произошло загорание пассажирского автобуса марки «Неоплан» в Хромтауском районе, в 809-м километре трассы Самара-Шемкент. Пожар локализован в 14.10 и ликвидирован в 14.20. В автобусе было 35 человек. Все доставлены на дополнительном автобусе в город Хромтау. Жертв пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек личного состава и одна единица техники службы пожаротушения. Суд номер 2 поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба «Октубе» Дмитрия Васильева и экс-начальника областного управления физической культуры и спорта Искендербека Маханова. Сейчас решается вопрос о назначении даты начала судебного разбирательства. Васильев обвиняется в совершении преступления по статье 189, части 4, пункта 2 Уголовного кодекса, то есть за присвоение или растрат уверенного чужого имущества. И Маханов обвиняется по статье 28, части 5, 189, части 4, пункта 2, то есть в пособничестве в присвоении или растрате чужого имущества. И по статье 362, части 4, пункта 3 Уголовного кодекса, то есть за превышение власти или должностных полномочий. Сегодня в информационном центре состоялся брифинг о ходе подготовки к паводковому периоду 2017 года. О том, какие меры безопасности приняты в нашей области, рассказал начальник департамента АПЧС Актюбинской области Бауржан Сыздыков. Прогноз начала и максимума половодия показывает, что паводок в этом году наступит раньше, чем в прошлом. Сейчас департамент по чрезвычайным ситуациям активно следит за обстановкой в области. Бауржан Сыздыков в своем докладе отметил, что работа по подготовке к паводковому периоду началась еще в 2016 году. Был разработан комплексный план на 16-е и 20-е годы для решения подобных ситуаций. В этот комплексный план вошли 130 мероприятий, которые охватывают 52 проекта. И из этих проектов на сегодняшний день 12 проектов. На 12 проектов уже разработаны проекты с медной документацией. Шесть из них проходят сейчас уже госэкспертизу. А один проект уже получил положительную государственную экспертизу. И это на территории города. Деньги выделены. И состоятельная работа начата. Что касается работы на данный момент, то начальник департамента заверил, что все необходимые меры безопасности приняты. И наши службы полностью готовы к самым разным экстренным ситуациям. Уже на уровне Акимата области, постановлением Акима области утвержден состав противопаводковой комиссии. Утвержден план мероприятий по противодействию паводкам на 2017 год. Во всех районах и в областном центре все те же аналогичные мероприятия отработаны. И на сегодняшний день, хочу сказать, приведены в готовность с личным составом более 1700 человек. С техникой это 440 единиц техники. В том числе есть мотопомпы, в том числе есть у нас лодки. И, хочу сказать, есть воздушное судно, вертолет. На сегодняшний день они все приведены в готовность. В области были определены 55 паводкоопасных участков, зону возможного подтопления которых попадают 38 населенных пунктов. Для минимизации количества возможных пострадавших были подготовлены пункты для приема эвакуируемого населения. На этих 55 участках, 38 населенных пунктах у нас на сегодняшний день проживает свыше 13 тысяч населения. Мы теперь, то, что готовность силы средств вам рассказала, для того, чтобы, не дай бог, если случится, да, если, кажется, настанет время чая, мы подготовили места временного приема эвакуируемого населения. 87 таких мест есть. Вместимость этих мест свыше 14 тысяч 700 человек. То есть мы намного больше запаслись, чтобы, кажется, вопросов у нас не возникало. Согласно предварительному прогнозу, водность рек Актюбинской области будет в пределах нормы. Однако прогноз показывает, что уровень воды на реках ожидается выше нормы. Кристина Вейджа, Слан Жубаев, программа «Факт». В Актюбе продолжается активная очистка ливневых канализаций от снега, льда, грязи и мусора. Работы проводятся уже более двух недель. На сегодняшний день, по информации специалистов ТО «Табы Сактубе», в городе функционирует 34 километра ливневок. Из них с начала года 28,5 уже очищены от грязи. На сегодняшний день работы по очистке сточных канав завершены уже практически на 90%. Если в начале на уборке работали 12-13 бригад, то сейчас 3-4. В данный момент очищаются ливневки на улицах Алтенцарина, Ломоносова и Некрасова. По информации руководства ТО «Табы Сактубе», самыми опасными в плане потопления остаются улицы, расположенные в районе центрального колхозного рынка, такие как Нариманово и Ерназарова. На территории города Актюбе у нас имеется 34 километра ливневой канализации. На данный момент силами управляющей компании произведена очистка 28,5 километров открытой ливневой канализации. Также силами ТО «Табы Сактубе» проводится очистка у нас закрытой канализации. Это у нас идет по улице Моресьева через безымянную на Булхайрхана. С целью предотвращения подтоплений опасных мест в настоящее время построено 7 водоприемных колодцев. Работа продолжается. В текущем году в планах ЖКХ установка ливневых канализаций в районах Батыс 1, 2, 3 и 4. Кроме того, на утверждении находятся еще 7 проектов постройки ливневых канализаций, в том числе обновление существующих канализаций на улицах в районе центрального рынка. Также в планах коммунальщиков прокопать водные канавы для интенсивного стока талых вод в районах Москва, ГМЗ, Курмыш и вдоль проспекта Санкибай-Батыра. По словам коммунальщиков, некоторые ливневые канализации в городе физически не могут быть сейчас очищены. К примеру, на улице Локомотивная в районе так называемого Угольника на границе района Москва и 11 микрорайона ливневая канализация была установлена еще несколько лет назад. Но местные жители для того, чтобы было удобнее подъезжать к домам, засыпали каналы мусором и землей. И именно здесь в последние годы люди часто жалуются на подтопление. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». В начале марта министр энергетики РК Канад Бузумбаев развеял надежды казахстанцев на снижение цен на бензин. По его словам, стоимость горючего в Казахстане должна быть сопоставима с ценами на российском рынке. А те, как известно, не славятся своей дешевизной. Чиновник уверял, что иначе весь дешевый казахстанский бензин раскупят россияне. Подобная перспектива не может не расстраивать актюбинских водителей. Уверены в том, что в нефтяной стране проблемой дорогого бензина вообще не должно быть. Цена на бензин с привязкой к России. Напомним, 2 марта главный энергетик страны Канада Бузумбаев заявил, что нахождение Казахстана и России в одном экономическом союзе подразумевает, что цены на горюче-смазочные материалы на их рынках будут рядом. И говорить о том, будто казахстанский бензин будет в два раза дешевле российского, не приходится. Поскольку в этом случае он будет просто вывозиться в Россию, где его можно продавать по гораздо большей цене. Сегодня, к слову, бензин марки АИ-92 в среднем стоит в соседнем государстве 36 рублей. Это около 200 тенге за литр. Такая перспектива актюбинских водителей нисколько не устраивает. Конечно, дорого. Сами сидим на нефти, еще за 150 тенге покупаем бензин. Говорят, повысим пенсию, но прежде чем пенсии повысить, повышают цены на все вокруг. Я сейчас уже не вожу машину, возраст не тот, но думаю, нельзя так поступать с людьми. Конечно, правильно. А что мелочиться? Сразу надо было, как в Европе сделаете, что там мелочиться. У нас народ богатый, живем хорошо, отлично. Ну, без напряг. Бензин? Бензин сегодня стоит 143 тенге. Это АИ-92. За день заливаю сразу на 2-3 тысячи тенге. Если снова поднимут цены, придется отказываться от машины, ведь газ тоже удовольствие не из дешевых. Конечно, дорого. Очень дорого. Очень дорого. Вы сами водитель? Да, вот в машину иду как раз. Сколько сейчас стоит бензин? Так, 150, по-моему. У меня на газе машина все-таки. И вот так я у меня выхожу из положения. Но бензин дорогой. 143-140 тенге сейчас стоит бензин. Было 135. Считаю, что это дорого. В среднем за день трачу на топливо тысячи тенге в день. Я на газу ездил. А почему вы на газ пришли? Дешевле. А вообще знаете, сколько сейчас бензин стоит? Ну, последний раз 143 было. А цены хотят сравнять, сделать как в России. По-вашему, это правильно? Нет, конечно. Свой бензин еще равняться России. В настоящее время, по данным министра, по самому ходовому виду бензина АИ-92 Казахстан обеспечивает внутренний рынок на 70%. Еще 30% завозится из России. От зависимости поставок ГСМ из соседнего государства позволит избавиться модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Отметим, что сегодня проходит модернизация Шимкенского, Павлодарского и Атараусского НПЗ. В областном филиале партии Нур-Утан сегодня прошло совместное заседание актива партии власти и Октюбинской региональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050». Мероприятие посвящено поддержке новой конституции Казахстана, подписанию главой государства 10 марта. Напомним, в своем обращении президент отметил, что конституционная реформа стала закономерным результатом развития нашей страны. 10 марта, это можно считать исторический день в нашем государстве, внесены большие изменения, изменения, это можно сказать, это есть конституционная реформа, внесены большие изменения в распределение власти. Многие полномочия президент передал, исполнительные органы, парламента, вы все знаете. Напомним, согласно новой конституции, правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности правительства и исполнительных органов. К тому же, как отметил глава государства Назарбаев, власть станет более сбалансированной, гибкой и эффективной. Своё мнение на этот счёт высказали представители депутатской фракции «Нур-Утан» областного Маслихата, представители общественного объединения «Совет мира и согласия», члены областного совета и спортивно-патриотического клуба «Ербакат». В областном музее искусств прошла выставка картин, приуроченная к 20-летию Еврейского культурного центра «Шалом». Кроме того, данным вернисажем из-за студия «Шахар» при Еврейском культурном центре отмечает своё 15-летие. На выставке представлены около 70 работ детей в возрасте от 4 до 17 лет. А сейчас у нас 15-летие решили сделать решение для города, чтобы горожане могли посмотреть, что мы 15 лет работаем. У нас дети с 4 до 17 лет, иногда даже взрослые люди приходят, занимаются. У нас по воскресеньям занятия проводятся, как в воскресной школе. Два часа в неделю дети занимаются, делают, что хотят. Иногда так, в программе, иногда я им уступаю. То есть у нас никто нас не гонит никуда. У нас, конечно, превалирует еврейская тематика, но мы не циклимся на этом. По словам организаторов, цель выставки – это развитие технологии искусства, эстетического вкуса, а также сохранение интереса к традициям и обычаям еврейского народа. Выставка является отчётной за 15 лет деятельности из-за студии и продлится до 28 марта. Чемпионат Республики по мини-футболу среди слабослышащих стартовал в Актубе. Он проходит на базе спортзала школы высшего спортивного мастерства. В чемпионате принимают участие 8 команд из разных регионов страны. По итогам игр будет сформирована сборная Казахстана по мини-футболу, которая отправится на чемпионат мира по футзалу. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Спортом хотят заниматься не только те, у кого отменное здоровье. Спорт в развитом государстве, по сути, достояние всего общества. Поэтому, чем больше соревнований среди людей с ограниченными возможностями, тем выше оценка работы чиновников от спорта. В Актубе люди с ограниченными возможностями спортом увлекались всегда. Причем результаты зачастую давались не благодаря, а вопреки. Лишь в последние годы улучшились условия и для тренировок, и для проведения столь масштабных спортивных мероприятий. Руководство проведения соревнований на высоком уровне, организация соревнований тоже прошло очень хорошо. Это благодаря спортивному клубу инвалидов Актюбинской области. У нас директоры есть. В спортзале ШВСМ сегодня собрались 8 команд. Это Актюбинские, Столичные, Алматинские, Кустанайские спортсмены. Приехали также из Североказахстанской, Западноказахстанской, Южноказахстанской областей. В течение пяти дней они будут определять сильнейшего. Мы сейчас посмотрим, как сыграют наши команды. Отберем сборную Казахстана для участия в этом турнире. И также у нас осенью состоится чемпионат мира по футболу в Таиланде. Это тоже серьезное мероприятие. Отличившиеся игроки также получат право бороться за лицензию для участия на паралимпийских и сурдоолимпийских играх. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Это были все новости к данному часу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова